Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. При слове Холокост кровь стынет в жилах. Стоит только вспомнить, что более семидесятков лет назад была предпринята попытка полного уничтожения целой нации. Евреи подвергались массовым расстрелам, убийству, жестоким и антигуманным медицинским экспериментам. Воспоминания тех страшных времен до сих пор терзают жертв, которые выжили во времена Холокоста и дожили до наших дней. Каждый день гитлеровцы что делали? Сегодня они вызывали всех евреев, выйти на площадь в центре села. В центре села было виселица, большой костер и яма. И вот выходил из жандармерии представитель и зачитывал судьбу каждого. Иванова повесить, Сидорову выгнать и так далее, и так далее. Выполняли свой вердикт. Вы знаете, земля долго не утихала, потому что люди не погибали сразу, те, которые бросили яму. Она долго еще шевелилась. Я расскажу вам, да, а на второй день они требовали вывезти детей. Приводили детей и у них брали кровь. Эту кровь они использовали для себя. А нам они говорили, что они нам делают прививки. Как вы думаете, состояние здоровья этого поколения, какое может быть? Но я расскажу вам маленький эпизод моей личной жизни, чтобы понять, что же было. И вот в одних из домов маму взяли в подвал, а душерка сказала, буду принимать роды при полной тишине и при полной химикатии. В таких условиях я родилась. И только утром сестры увидели маму. До крови скусаны губы и рунгли. И я появилась на свет. Мама в грудь не вытаскивала сорта, чтобы я не кричала, и наша мама могла не думать. Вот в таких условиях мы жили. В ожидании чего-то. Что делал еще наш враг? Он заходил. Ну, конечно, дома позамирали, уничтожали. Но в дом, если зайдешь, там они заходили, была крупа, сахар, соль. Они разбивали окна и смешивали вот эти все сокучие вещества, чтобы никто не мог использовать. Вот в таких клубах мы прожили до 44-го года. В 44-м году Красная Армия нас освободила. Но это не значит, что мы уже стали жить лучше. Минуло уже 75 лет с того страшного и незабываемого дня, когда начались ужасы войны. Но в памяти человеческой трагедия осталась навсегда. Ну, я сам из Донюша. Вели колонну евреев на истребление. Вели в село Елизаветовка по рассказам, как было. И напротив нашей деревни, они все боссы и все раздетые. Ну, окружены немецкими, там, румынскими солдатами. Кто не мог идти уже, падал. Кто кому мог помочь еще идти дальше, вот, шли. Женщина с ребенком на руках не могла идти и упала. Немецкий офицер подошел к ней из револьвера, из пистолета, убил ее. А ребенок, ну, поползать от нее, вот, потому что ребенок маленький. Ползал по земле спасаться, вот. Ну, вон-то ребенок не понимал ничего, что происходит. И этот немец с этого расстояния, что вот на вытянутую руку, выпустил всю обойму в этого ребенка. И ни одна пуля не попала в ребенка. Тогда он поставил свой пистолет в Кабуру и дал распоряжение, ребенка не убивая. Вот такую вот грустную сцену я помню и не могу забыть. Та трагедия, которая произошла во время Холокоста, она затронула не только еврейское население, оно затронуло и часть европейского населения, и практически все население бывшего Советского Союза. То, что мы сегодня находимся с вами здесь, это еще раз подчеркивает о том, что все-таки в мире достаточно здравомыслящих людей, и которым не дает покоя та трагедия, которая произошла. Это те люди, которые хотят и стремятся к тому, чтобы это больше никогда не повторилось. Несколько дней назад делегация из более чем 50 стран приняла участие в международном форуме в Израиле. На этом форуме присутствовал президент Республики Молдова Игорь Николаевич Дадон. Кстати, в составе делегации был и Игорь Борисович. Холокост – это просто чудовищное слово, которое сложно произносить без каких-либо эмоций. Более 6 миллионов евреев за эти годы были лишены жизни. У нас в Молдавии за три года, начиная с июля 1941 по август 1944, действовало свыше 40 концлагерей и гетто. В их же стенках были лишены жизни свыше 300 тысяч евреев. Игорь Николаевич Дадон Субтитры создавал DimaTorzok